Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Под гнетом санкций в Барнауле обсудили экономическую устойчивость региона. Федеральная антимонопольная служба края предостерегла директора автосалона от публичных прогнозов о росте цен на машины. Красота требует жертв, как санкции ударили по бьюти-индустрии в регионе. Весенняя пассивная кампания пройдет по плану. Все промышленные предприятия на данный момент работают. Строительная сфера также функционирует, но тем не менее все сферы жизнедеятельности Алтайского края, впрочем, как и Россия в целом, уже испытали на себе последствия санкций. Как обеспечить в этих условиях экономическую устойчивость региона и сбалансированность его бюджета, это сегодня обсудили в правительстве. Один за другим министры и руководители управления отчитываются о ситуации и рисках. Росте стоимости материалов и сырья в перспективе возможной нехватки запчастей и новой высокотехнологичной техники. Ожидаемое ограничение поставок импортных запчастей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы оборудования. В основном это производство ЕС и США были. Также ограничение поставок импортного сырья, ингредиентов, упаковки, необходимых для производства продукции. Хочу отметить, что на сегодняшний день упаковка и другие ингредиенты уже подорожали на 30% от цены февраля месяца. Не исключено, что цены на продукты еще вырастут, отметил Большаков. В связи с этим на федеральном уровне уже предложили снизить риски и субсидировать производителей хлеба. Проблемы испытывают и промышленники. Многие использовали зарубежное сырье и комплектующие. Запасов хватит максимум на три месяца. Если к этому времени каких-то послаблений с контрагентами по поставщикам не будет, вот тогда ситуация будет усугубляться. Тогда, конечно же, будет риск снижения производства и может быть вплоть до остановок по каким-то предприятиям. Пока ни одно предприятие региона не остановило свою работу. Впрочем, как и строительная отрасль. Материалы там тоже уже подорожали. Рост стоимости материалов уже пережили в прошлом году, вызванный был спросом. Теперь ситуация обратная. Мы предполагаем, эксперты предполагают снижение спроса на жилье, связанное с снижением доступности ипотечных кредитов. Соответственно, главная угроза в части жилищного строительства – это выполнение строительными организациями своих обязательств перед участниками долевого строительства. Необходимо сохранять и расширять механизмы льготной ипотеки, уверен министр. Сохранять льготное кредитование для застройщиков и поэтапно раскрывать искров счета. Сейчас большая часть средств с продажи жилья лежит в банках и обесценивается. А вот ремонт и строительство дорог, по словам отраслевого министра, пройдет в плановом режиме, так же, как и посевная. У всех хозяйств есть семена, обновлен парк техники, удобрений и ГСМ достаточно. Малый и средний бизнес обеспокоен, но видит и плюсы. Это прямые возможности для импортозамещения. И поэтому предприниматели – это одна из причин, почему мы не наблюдаем массового выбытия. Сейчас, конечно, многие процессы поставлены на паузу. И это ожидание предпринимателей от тех возможностей, которые будет открывать в данном случае им рынок. Федеральные власти уже разработали ряд мер поддержки разных сфер жизни. В регионе тоже определились с приоритетами. В данных условиях нашими приоритетами сохраняется заработная плата работникам бюджетной сферы, социальные выплаты, обеспеченные текущих обязательств. Финансовая система Края способна обеспечивать все эти и другие текущие задачи. По словам министра экономического развития, в регионе сохранят действующие процентные ставки по займам фонда развития Края, фонда финансирования предпринимательства. Малый и средний бизнес освободят от уплаты арендных платежей за госимущество. Помогут получить меры господдержки предприятиям, которые выпускают социально значимые товары. Будут помогать привлекать кредитные ресурсы и займы на льготных условиях организациям агропромышленного комплекса, а также малому и среднему предпринимательству. И это еще не все. Сегодня мы с вами пойти извлечь какие-то сверхрезервы не можем. Мы сегодня во многом зависим от того, насколько нам помогает в целом бюджетная система страны. Мы должны, конечно, ориентироваться сегодня в первую очередь на те решения, которые на федеральном уровне принимаются, чтобы они здесь были исполнимы и чтобы они здесь давали на месте свой эффект. Это очень важная задача. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Федеральная антимонопольная служба края предостерегла директора Барнаульского автосалона от публичных прогнозов о росте цен на машины. Мужчина выступил с прогнозом о предстоящем повышении цены на автомобили иностранного производства. Его мнение было опубликовано в СМИ. По мнению ведомства, подобные высказывания могут быть восприняты участниками рынка как ориентир при планировании своей деятельности и ценовой политики. Директору автосалона вынесли предостережение и в дальнейшем нарушение антимонопольного законодательства может стать поводом для привлечения к ответственности. В Барнауле утвердили дизайн-проект Стеллы «Город трудовой доблести». Напомним, почетное звание краевой столицы присвоили в прошлом году, поэтому теперь город может увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Как будет выглядеть Стелла, расскажем в сюжете. Они не сбивали самолеты и не бросались под танки, но так же, как и все, ковали победу. Труженики тыла. Накануне в Барнауле утвердили дизайн-проект Стеллы «Город трудовой доблести». Над ним работал коллектив российского военно-исторического общества. Масштабы поражают. Высота сооружения – 32 метра. Установят Стеллу в Нагорном парке, а территорию вокруг озеленят и подсветят. На саму конструкцию лазером нанесут фрагменты архивных фотографий и документов. Рисунок будет по фотографиям, опять же, историко-культурного, вот этой экспертизы, выполнены с фактами, которые происходили как раз в годы Великой Отечественной войны, когда на территорию города Барнаула было эвакуировано более 14 заводов. В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». Полтора миллиона бойцов были оббуды в алтайские валенки. И более 100 тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Это наша совместная заслуга. Данная инициатива была рассмотрена в администрации города. Мы обращались в правое законодательное собрание, в правительство. Искали в архивах документы, которые бы подтверждали тот вклад, значительный вклад нашего города, наших жителей, тружеников тыла, вклад в победу Советского народа в Великой Отечественной войне. В ближайшее время дизайн-проект отправят в Министерство просвещения и в Военно-историческое общество. Впереди еще много работы, которую предстоит выполнить до дня города. Так что уже через несколько месяцев барнаульцы увидят стеллу «Город трудовой доблести» своими глазами. Сдержим цены до последнего. Такое обещание своим клиентам дают в сфере красоты. Визажисты, косметологи, мастера, татуажа. Этот сектор тоже задело закрытие границ. Однако его представители заявляют, что для них переход на отечественные аналоги будет возможен, так как есть достойные продукты. София Яценко расскажет, в какой реальности придется жить красоткам. Стремительный рост цен и невозможность достать нужные материалы. С такими проблемами столкнулись барнаульские специалисты бьюти-сферы. Елизавета, мастер перманентного макияжа, говорит, уже сейчас один пузырек пигмента объемом 15 мл стал дороже в два раза. Но его, по крайней мере, можно приобрести. Производство российское. Другое дело – иглы. Одно из самых главных – это иглы, модули. Многие из-за санкций уже начали повышать цены на свои услуги. Несмотря на возникшие сложности, девушка пока планирует придерживаться старого прайса. Не стали повышать стоимость услуг и в одной из барнаульских клиник эстетической медицины. Все свои старые поставки пытаются распродать по уже повышенной цене. Но аргументировать это тем, что нужно будет закупить по более высокой цене, конечно, тоже можно понять. Но мы все-таки стараемся цены удержать. И те препараты, которые мы смогли купить по старым закупочным ценам, мы их все отпускаем по старой цене. Несмотря на то, что материалы, которые Инна использует в работе зарубежного производства, говорит, альтернатива в России есть. Есть и ботулотоксин производства России, есть филеры производства России. Поэтому просто мы немножко переключимся на другие линейки, начнем больше использовать их. Я думаю, вот и все, что произойдет. То есть пациентов я не думаю, что мы потеряем. И я думаю, что удастся нам сохранить и качество выполняемых процедур. К слову, санкции напугали и не всех визажистов. Анастасия тоже продолжает держать прайс без изменений. Говорит, пока есть запасы, можно работать и по старым ценам. Несмотря на то, что сейчас девушка работает в основном на материалах из Италии, Германии, США и Великобритании, в ее арсенале есть и российская косметика. Я рассматриваю такой вариант, что придется перейти на полностью российское производство. И меня это вообще не страшит. Ну, придется просто поискать. Но я больше чем уверена, что это все ненадолго, что либо по одному сценарию все вернутся в Россию, либо по другому сценарию мы будем заказывать какими-то обходными путями. Какой сценарий ожидает бьюти-индустрию, пока не ясно. В любом случае, барнаульские мастера пытаются искать варианты, чтобы не бить по карману клиентов в сложное время. София Яценко, Алексей Фризин, Вадим Быстревский, Александр Антропов. День с толком. Будьте внимательны, когда читаете новости, не все из них правдивы. Я вновь передаю слово Софии Яценко. Чините, как хотите. Китай отказался поставлять в Россию запчасти для авиатехники. Накануне эта новость разлетелась по разным сайтам, в том числе федеральным. Так, например, по словам Интерфакса, об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. А еще, что теперь Россия планирует искать поставщиков запчастей через партнеров в Индии, Турции и других странах. Однако в Росавиации такие заявления опровергли. По словам ведомства, Кудинов неуполномочен делать официальные заявления, а вопросы поддержания летной годности и регистрации воздушных судов в его компетенцию не входят. Публикация с опровержением появилась сегодня на сайте Национальной службы новостей. Еще один слух заставил россиян задуматься о том, где теперь закупаться товарами. В интернете появилась информация о закрытии гипермаркетов Ашан. Однако позже выяснилась новость не что иное, как фейк. Опровержение появилось на сайтах средств массовой информации. По словам пресс-службы Ашана, магазины продолжают работать в штатном режиме. Поэтому доверять таким слухам нет никаких оснований. Новость про возможное введение особого порядка выдачи вкладов в рублях в условиях санкций напугала россиян, которые боятся за свои деньги. Но вскоре жителей страны успокоили. На федеральных сайтах появилось не только опровержение, но и разъяснение ряда вопросов, связанных с распоряжением денежными средствами. Гарант.ру пишет, что согласно информации с официального сайта Банка России, установление особого порядка выдачи вкладов в рублях, несмотря на санкции в отношении Российской Федерации, не предполагается. Ограничения касаются лишь поступления в страну долларов. На рублевые вклады и счета это никак не влияет. Денежные операции клиенты банка могут совершать в любой момент. Ну а если вам кажется, что какая-то новость может быть неправдой, присылайте ее нам и мы обязательно проверим. К следующей теме. Обледенелый тротуар и бассейн во дворе. У жителей Барнаула по улице Кутузова можно сказать свой персональный поводок. По их словам, в администрации города конкретной помощи они так и не получили, а вода уже заходит в дом. Анар Шагирова продолжит. Мешки с песком уже третий год. Спасает Надежду Красильникову от воды. Погреб уже полный. Заготовки на зиму, к счастью, удалось эвакуировать. Она бежит круглый год. Но дело в том, что летом она бежит потихонечку. А вот в данное время, начиная с января, декабря, начинает бежать и завертать. Где летом грядки, сейчас каток и бассейн. Не пройти по тротуару за забором. Картина обычная для весны, но с растаявшим снегом это не связано. Вращались в прокуратуру центрального района. Они нам написали, на участке от улицы Хвойной до улицы Кутузова существует водоотводный канал, позволяющий отвезти талые воды в городскую ливневую канализацию в районе дома номер 46 нашего по улице Кутузова. То есть они там сделали до нас. Вот она вот и бежит. Она все время оттуда бежит речкой. Но она же приходит мороз и она замерзает. И все. И в воде куда идти? Под дом. В администрации города заявляют, что о проблеме знают. На выходных очистили от наледи тротуары, а вот что вода идет в дома, так это проделки природы. Жители же настаивают, что причина подтоплений – порыв. Мы пытались проверить также с водоканалом, отключая систему воды на предмет порывов возможных, но, к сожалению, ситуация не подтвердилась. Порывов там нету. И пробы воды показали, что это все-таки грунтовка. Ну а по сливу, конечно, будем смотреть тогда по жителям, ходить, разговаривать, проводить беседы. В прошлом году, если взять эту же ливневку, она работала. Все было нормально, вода уходила. Но здесь вот эти минусовые температуры, ее просто заморозило ливневку. Мы ее сейчас будем пропаривать, очищать, конечно же. Никто не исключает, что в следующем году история с промерзанием ливневки повторится, и ручьи появятся снова. Лишить проблему раз и навсегда могла бы станция понижения грунтовых вод. Но, как заверяют в администрации, ее строительство – дело затратное и длительное. А жителям нескольких домов на Кутузово только и остается, что на пенсию покупать мешки с песком. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Более 40 студентов колледжа при Алтайском госуниверситете будут помогать в охране общественного порядка в Барнауле. Они вступили в ряды народных дружинников. Сегодня администрация Барнаула и классический вуз подписали соглашение о взаимодействии. Теперь новобранцы народной дружины смогут принимать участие в охране порядка на городских и краевых мероприятиях. К слову, это уже не первый набор из числа студентов колледжа. Отряд народной дружины Студгвардия был образован в АГУ в прошлом году. Добровольцы охраняли общественный порядок на этапе Кубка мира по гребле на хоккейных матчах и выборах в Госдуму. Есть волонтерский штаб, где можно прийти позаниматься. Есть профессиональные тренера, которые могут учить самообороне. Это не обязательно, чтобы какие-то единоборства, а просто, чтобы самооборона в целях самозащиты. Вот и цель дружины является в том, чтобы здоровый образ жизни была наша молодежь. И наша задача в том, чтобы их привлечь больше. Уникальные породы алтайских голубей находятся на грани исчезновения. От популярных в советское время птиц практически ничего не осталось. В крае сейчас не более 50 особей. Однако биологи и голубеводы ведут работы по возрождению. Подробнее в сюжете. В 20 веке голубеводство находилось на своем пике. Тогда по всей стране то и дело выводили новые породы птиц. Барнаул не был исключением. Здесь появилось сразу два вида голубей. Один из них – алтайский шалевый. Шалевый, как шаль у женщины, накинутая. И окрас так же хохолок, и накинутая шаль. Белые густые перья на ножках, на лапках. Белая лента в пласте. Вторая порода, получившая название с региональной отсылкой – барнаульский монах. Также славится своим оперением на ногах. Таким же окрасом шапочка на голове и хвост. То есть вот желтоголовый. Но по окрасам бывают три разновидности – желтый, черный и красный. И если в 60-е алтайские породы голубей были практически у каждого местного заводчика, а голубятни во множестве дворов, то сегодня в крае осталось не более 50 особей алтайских шалевых. Порода попросту находится на грани исчезновения. Причина этому – постоянное удорожание и сложность хобби. Приобретаешь на сезон все ветеринарные преднадлежности. То есть голубей вакцинируешь, голубей пропаиваешь витаминами, микроэлементами. В каждой голубятни, у каждого голубевода есть небольшая минеральная подкорбка, которая состоит из роспушки, из серы. Сейчас Никита разводит голубей и на работе в Алтайском краевом детском экоцентре, и дома. Несмотря на все трудности, на общероссийских выставках алтайская порода птиц всегда оказывается в центре внимания. Ее всегда видят во всех выставках, ярмарках. И всегда удается получить какое-нибудь место, получить какую-то награду. И всегда, ну, если выставка идет, то всегда приходим или первое, или второе место, или третье, все равно получаем. Для того, чтобы возродить некогда популярную сферу в былом масштабе, необходимо рассказывать о ней как можно больше, считает биолог. Ведь только так, мелкими шагами, получится спасти уникальных алтайских птиц. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. В эти выходные в Барнауле пройдет сразу несколько спортивных событий. Один из них – турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Федеральной службы Нацгвардии. Рукопашный бой самбо, каратэ и бразильский джиу-джитсу. Все это можно будет увидеть в воскресенье, 13 марта, в спортивном клубе «Темп». Восемь лет Барнаул не принимал крупные турниры по плаванию. Но на этой неделе краевая столица стала центром сибирских заплывов. 440 спортсменов и 4 дня соревнований. Кто из них достоин поехать на чемпионат России, об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Затишье перед бурей. Именно так многие спортсмены говорят о том, что в Барнауле проводят чемпионат Сибири, чего не было 8 лет. Дело не в инфраструктуре или в улучшении бассейна. Всего лишь смена географии от Федерации плавания России. Поэтому в Барнауле призеры Олимпийских игр и неоднократные чемпионы Европы. Одним словом, конкуренция мощная. Мы надеемся, что человек 5-6 на чемпионат может быть попадет. И человек 8-10 на первенство России. Это было бы очень здорово. Конкуренция высокая, поэтому сложно отбираться. Чтобы отобраться на Россию, победить в Сибири может быть недостаточно. Параллельно нашему турниру такие же проходят и в других регионах. Чтобы затем составить общий рейтинг спортсменов на каждую дистанцию. Надо попасть в 50 лучших. Ну вот допустим 100 метров вольный стиль плывут, у нас там 100 с лишним человек. В других регионах где-то на 100 вольный получается всего в России будет стартовать более 800 спортсменов. Поэтому стараться нужно и здесь, и в других городах. И быть лучшим в течение нескольких недель. Возможно, удача улыбнется и алтайским спортсменам. Так в соревновательные дни призовые места наши занимали. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.